Местное время в эфире телеканала Актис здравствуйте в студии Данил Недзельский и коротко о главных темах. Коронавирус атакует. Правительство при Ангаре намерено ужесточить ограничительные меры. При Ангаре несколько часов тушили детский лагерь. Пожару присвоили высший ранг. Инвестиции и дополнительные рабочие места. Министр сельского хозяйства побывал в Ангарске на открытии цеха по переработке рыбы. Правительство Иркутской области намерено ужесточить ограничительные меры. Причиной тому послужила очередная вспышка коронавирусной инфекции. Количество положительных тестов на ковид в конце мая-начале июня увеличилось более чем на 15%. Почти в два раза чаще болезнь протекает с проявлениями пневмонии. Большое количество заболевших регистрируют в Ангарске. На этой неделе двум отрядам лагеря здоровья пришлось отправиться по домам. ПЦР-тест одного из воспитателей дал положительный результат. Окончательное решение будет принято на заседании СПЭК, отметил губернатор. Действительно люди расслабились в транспорте, в магазинах, в закрытых пространствах. Маски практически исчезли даже в Иркутске. Во многих муниципалитетах такая обстановка, что можно подумать, что мы полностью уже победили ковид. Коллеги, уважаемые мэры, призываю вас еще раз рассмотреть этот вопрос на заседаниях своих комиссиях, внимательно на своих территориях теперь уже в суточном режиме контролировать те показатели, которые связаны с увеличением ковид-заболевания наших жителей. Необходимо возобновить информирование населения о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и вновь и вновь проводить разъяснительную работу среди населения наших территорий. Если ситуация достигнет критического уровня, некоторым медицинским учреждениям придется снова перепрофилироваться в ковидные госпитали, пояснили в правительстве. В ряде городов уже не хватает коек для пациентов. На сегодня сложная обстановка с заболеванием ковид-19 складывается и в Забайкальском крае, и соседней Бурятии. Там введен ряд ограничительных мер. В Листвянке сгорела база отдыха. Пожар начался в седьмом часу вечера. Огонь полностью охватил двухэтажное здание детской оздоровительной базы. Существовала угроза распространения огня. Подразделения работали по повышенному номеру. Для тушения привлекли 6 единиц техники и 19 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Крупная авария произошла в четверг днем на пересечении улицы Алешина и Ленинградского проспекта. Там столкнулись автомобиль «Форд» и «Жигули». По предварительным данным, водитель отечественного авто попытался развернуться, но не убедился в безопасности маневра. Пропустил колонну машин полностью. Пропустил. Никого не было нигде. Я включаю скорость, начинаю разворачиваться. Только сюда. И мне вдруг удар. От удара иномарка наехала на ограждение и врезалась в столб. На месте ЧП работали все экстренные службы. Медицинская помощь понадобилась водителю иномарки. Обстоятельства происшествия уточняются. К другим темам. Самым активным донором Ангарска вручили почетные грамоты мэра округа и нагрудные знаки. Церемонию приурочили ко Всемирному дню крови. Его отмечают в июне. Праздник посвящен американскому врачу-иммунологу Карлу Ланштейнеру. Именно он был удостоен Нобелевской премии за открытие групп крови. В кабинете главного врача Ангарской станции переливания крови сегодня гости. Звание почетного донора, а значит и все причитающиеся льготы, эти люди получили уже много лет назад. И тем не менее, кровь сдают до сих пор. На счету у них более ста донаций. Я считаю, что это дело очень важное и нужное. Людям нужно помогать. Тем более, есть препараты, которые готовят из каких-то компонентов крови животных, а вот здесь кровь человека. Это только человек может сдать. Поэтому, если есть возможность, то нужно это делать. Донорам вручают почетные грамоты от мэра и нагрудный знак. Как отмечает главный врач Ольга Смирнова, Ангарск может похвастаться одним из самых высоких показателей донорской активности. Нередко город отправляет излишки крови в Иркутск, где потребность в ней на порядок выше. В Ангарске на сегодняшний день статус почетного донора имеет более двух тысяч человек. У нас бывают ситуации, когда какая-то группа крови не нужна. То есть ее достаточное количество. Они спрашивают, почему так, когда я буду сдавать. То есть это активные люди, активные доноры, у которых активная жизненная позиция. Сейчас город полностью обеспечен запасом донорской крови. В том числе и редкой, четвертой группы. Она встречается лишь у 7% людей. Однако процесс динамичный и ситуация может измениться в любой день. Для обеспечения всех местных больниц кровью станция должна принимать не менее 120 доз в день. Ирина Сергеева, Александр Бычков, Владимир Селиванов. Местное время. Пятеро ангарских студентов вышли в финал открытого чемпионата молодые профессионалы. Учащиеся в местных техникумах преуспели в специальностях. Неразрушающий контроль, геодезия, веб-дизайн и дошкольное воспитание. Сергей Петров лично встретился со студентами и педагогами, чтобы поблагодарить их за высокие результаты. Вместо летних каникул в ближайшие полтора месяца студенты будут оттачивать навыки будущей профессии. Финальные состязания в рамках уже всероссийского чемпионата пройдут с 21 по 26 июня в Уфе. Благодаря региональному гранту в Ангарске открылся новый цех по производству рыбо-овощной продукции. Министр сельского хозяйства Иркутской области посетил производство и лично оценил все масштабы нововведений. Подробнее в репортаже моих коллег. Значит мы с вами подходим, обычно это вот так делается, вот так тоже руку вставьте. Значит перерезаем вот так, вот так же и вот так. Одна ленточка остается в институте, одна у вас. 500 квадратных метров. Именно столько занимает площадь нового рыбоперерабатывающего цеха. Совсем скоро ИП «Шарпинская» будет радовать жителей при Ангаре уникальными в регионе продуктами. Покупка инновационных технологий производства и повышение уровня безопасности на заводе во многом заслуга Министерства сельского хозяйства региона. Илья Сумароков присутствовал на торжественном открытии, осмотрел все производственные цеха и высоко оценил работу предприятия. И сегодня продукция абсолютно конкурентоспособна и востребована не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Ну и сегодня это пример для любого бизнеса, как сегодня нужно развиваться и расширять каналы сбыта. Это предприятие имеет в том числе экспортную выручку, которая идет по сути на развитие предприятия. И вот такой совместный подход, благодаря целенаправленной работе предприятия, благодаря мерам государственной поддержки, сегодня мы видим системное развитие и такой высокий уровень производства. На расширение производства было выделено 30 миллионов рублей из регионального бюджета. Как отмечает директор предприятия Ольга Шарпинская, успех их бренда заключается не только в материальном обеспечении, но и в моральном духе работников. Сегодня на благо производства трудится более 50 человек. Отношения в коллективе подобны настоящей семье, где всегда найдется место поддержки и любви. И частичку своей души вкладываю не только я в это предприятие, но и все мои сотрудники. И то, что есть такое предприятие в Иркутской области, ну я хочу сказать, это заслуга как бы многих людей. Сегодня ИП Шарпинская производит более 100 тонн рыбной продукции. Рыбо-овощные консервы, пельмени, вареники, а также специальная линейка детских полуфабрикатов. Разноцветные пельмешки в форме солнышка, смайликов и ракушек не оставят равнодушными самых маленьких потребителей. Расширение производства уже вывела ИП Шарпинская за пределы Иркутской области. Забайкали, Бурятия и Красноярский край давно знакомы с ассортиментом производителя. А на очереди Москва и даже Казахстан. Илья Потапов, Владимир Селиванов, Местное время. Продолжаем выпуск. Погоня со стрельбой. Инспекторы ГИБДД в Ангарске задержали вооруженного преступника. Пострадавших среди гражданского населения нет. Как обезвреживали лихача и зачем полицейским понадобился психолог, расскажет Александр Бычков. Выйдет машина! Я сказал! Сюда иди! Сюда иди! Руки до головы! Зачем печьку вызывай скорую? Скорую вызывай! Первый предупредительный, второй в ногу. На счастье участников перестрелки патроны в пистолетах холостые, а захват вооруженного преступника всего лишь легенда. Все происходит на автодроме ГИБДД. Сатурники строевых подразделений, ППС и ДПС, они регулярно, постоянно попадают в такие ситуации, при которых необходимо обладать навыками и умениями для правильных действий, прежде всего законных действий сотрудников полиции. И при необходимости, чтобы они могли использовать свое право применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Малейшее промедление может стоить полицейскому жизни, а интуитивное использование оружия и спецсредств чревато уголовной ответственностью. За всеми действиями патрульных пристально следит не только руководство, но и штатный психолог. Полицейскому крайне важно не терять самообладание. Действуя от имени государства, он не должен реагировать на выпады, при которых обычный человек может применить кулаки. Я с ним не согласен, все. Ну, тут и читаю, читаю. Это подлиму, узнает какой киф. У нас участили случаи такие, как провокации со стороны правонарушителей, провокации со стороны блогеров. Такие ситуации у нас регистрировались, были факты такие. Во многом зависит правильное действие сотрудников от их психологической устойчивости. Психологи регулярно участвуют у нас и в занятиях, и в инструктажах по личному составу, который заступает на суточное дежурство. Тем временем в областном центре сотрудники ДПС задержали очередного лихача. 28-летний иркутянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться от инспекторов, попутно нарушив целый ряд правил дорожного движения. Когда машина заглохла, гонщик пытался бежать, но был благополучно задержан. Александр Бучков, Владимир Селиванов, Местное время. Будущее экологии за молодежью. В 40-й школе завершилась первая экосмена. Дети с 4 по 9 классы активно изучали основы зеленого образа жизни, или Zero West. Принцип такого стиля прост и нетривиален. Любой мусор на нашей планете нужно перерабатывать и использовать вновь, раз за разом. Как отмечают организаторы экологической смены «зеленые привычки», для молодого поколения забота о планете не пустые слова. В нашей экологической смене как раз-таки и идет на это уклон. То есть наши предприятия, которые строят дети, они не только как средства добычи и переработки. Это предприятия, которые помогают еще и следить за окружающей средой. То есть главная задача наших предприятий – это не нанести вред природе. Школьники рисуют стен газеты и проектируют макеты экологически безопасных предприятий. В будущем эти навыки помогут юным экологам изменить мир к лучшему и спасти нашу планету от глобальных бед. Автомобилист спас сову. Раненую птицу мужчина обнаружил на трассе под Ангарском. Сердобольный водитель отвез неясыть в питомник К9. Ветеринар оказал первую помощь. Сейчас за ней ухаживают волонтеры. Как сообщают питомники, после приема медикаментов птица пришла в себя, принимает пищу и пытается передвигаться. Если сова поправится, ее вновь выпустят в лес. В Ангарске работает ярмарка «Сады Сибири». Питомник уже много лет занимается выращиванием плодово-ягодных, декоративных и хвойных растений. Сделать правильный выбор помогут опытные продавцы-консультанты. Земляника, смородина, облепиха или малина размером со спичечный коробок. Лето в Сибири хоть и короткое, но обязательно должно быть сладким. А ягодка, выращенная на своем участке, всегда ароматнее и вкуснее. Помочь с выбором хорошего саженца готовы опытные продавцы-консультанты ярмарки питомника «Сады Сибири». Вот, например, земляника ремонтантная. У нее нет усов, поэтому она не доставит больших хлопот хозяйке с уходом. Зато урожаем одарит богатым. Любители плодов с кислинкой ждет облепиха джемовая. В отличие от других своих собратьев, у нее ветки не колются, а плоды наиболее круглые, благодаря чему их легче собирать. Кто мечтает о цветущем саде, на ярмарке есть чем удивить. Например, гортензия винила фрейс. Один куст такого поистине величественного цветка достигает до двух метров. Гортензия неприхотливый многолетник. Своими благоухающими бутонами она будет долго радовать хозяев. Захотелось экзотики? Тогда нужно посадить на участке тую. Хвойники прекрасно подойдут для зеленой изгороди и создадут особую атмосферу на вашей даче. На ярмарке питомника можно приобрести буквально все, начиная от редких растений и заканчивая общеизвестными культурами. А найти сады Сибири легко. Выставка продажи расположилась на площадке гипермаркета «Аллея» напротив ГСК. Ярмарк открыт с 9 утра и до 19 часов и будет работать до конца июня. Сегодня, 10 июня, в российский прокат выходит документальный фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Пять дней назад премьера состоялась для жителей Иркутской области. В фильме есть кадры, снятые нашим земляком. Это фотограф и видеооператор Станислав Толстнев. Съемочная группа программы «Актуальное интервью» встретилась со Станиславом и небольшой фрагмент интересной беседы мы предлагаем посмотреть прямо сейчас. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня съемочная группа программы «Актуальное интервью» приехала в кинотеатр, кинотеатр-фестиваль. У нас сегодня гость из Иркутска, это Станислав Толстнев, это фотограф, видеооператор, режиссер. Здравствуйте, Станислав! Здравствуйте, Елена! Объясню, для чего мы сегодня здесь и о чем мы будем говорить. 5 июня в Иркутской области состоялась премьера документального семейного фильма называется «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Речь идет о Нерпенке. Нерпенка зовут Юма и ее маме Айлу. Станислава попросила киносъемочная группа кинокомпании «Красный квадрат» обратились к нему за его съемками с Байкала. Правильно, Станислав? Да, все верно. Расскажите, как это было, то есть что у вас за уникальные кадры, которые попросили товарищи из Москвы, даже коллеги? Наверное, два года назад ко мне обратились представители компании «Красный квадрат», в частности, Юлия Перкуль, которая занимается всеми этими вопросами. Она увидела мои кадры, видимо, на Ютубе где-то, в интернете, не знаю. То есть я до этого снимал уже свои фильмы о Байкале, такие коротенькие. Она их увидела, ей понравилось, ей обратилось ко мне. Попросили приобрести видеокадры с медведями. Тогда было уже много снято медведей. Потом у меня были еще поездки. С тех пор мы стали вместе как бы работать, сотрудничать. Я постоянно езжу на Байкал, снимаю. И вот в этих поездках я снимал. Потом и Нерп снимал, и еще медведей снимал. Ну и видовые съемки Байкала. И вот им как бы растворял для этого фильма. Работа над фильмом велась в течение пяти лет. Было уникальное оборудование, да, вот съемочное. Удивительная макросъемка, да. И вы 5 июня в Иркутске были на премьере, на долгожданной премьере этого фильма. Вот какие ваши впечатления? Наверное, не как профессионала, да, который, возможно, смотрел какие там кадры, а вот как зрителя. Знаете, да, впечатления меня просто переполняли после просмотра. Я сам не ожидал, если честно. Я узнал, что снимает какой-то фильм о Байкале. Думал, ну, будет очередная документалка. Но то, что я увидел, то есть у меня вроде я очень много снимаю Байкал. Уже с детства, можно сказать. Меня удивить чем-то сложно, но там я бы просто смотрел с открытым в том. Эти съемки, конечно, потрясающие, особенно подводные съемки. Ну, очень здорово. И сама история, драматургия фильма. Просто, ну, молодцы. Ребята поработали хорошо, очень отлично. Подводная съемка. Это, получается, оператор спускался зимой, под лед, Байкал. Байкал. А температура, я думаю, вы сами знаете, вода какая у нас. И снимал, там нет. Да, одно дело, это спуститься. Я знаю, что водолазы каждый год бурят эти лунки, майни, так называемые, спускаются. Но как снимать нерпы, движение льдов, это, конечно, уникально. Потому что льды сходятся-расходятся. А как обратно вылезти, ну, это, конечно, мало. Просто я, как говорится, аплодирую стоя. Расскажите вот про свой опыт. Вы и нерпы, и медведи, сами все снимаете, фотографируете. К нерпе, например, насколько я знаю, очень сложно подойти. Там очень такое чуткое животное. Оно слышит человека уже издалека, но не подпускает к себе человека. Это правда? Есть какие-то приемы, как сфотографировать эндемика? Знаете, очень по-разному их можно снимать. На самом деле нерпы, они очень долго живут, до 55 лет. Но нерпы, которые прошлогодки, не этого года рождены, а прошлогодние, они маленькие еще, у них еще не выработано чувство страха. И к ним иной раз можно подойти даже вот на расстоянии вытянутой руки. В прошлом году, когда я снимал нерпы на ушканьях островах, я даже подбирался к ним вплотную. Они, бывает, еще спят. И когда их много, особенно, у них как-то теряется чувство страха. Маленькое. И на камнях я подбирался к ним прямо вплотную. То есть, начинаешь где-то метров за 50, за 100, может даже, и за камни каких-то, и за скалы потихонечку. У них чувство, видимо, обоняния особо не развито, как у других животных. Маленьких еще, да? Или вообще, просто охоз обитудов. Наверное, у всех, да. Потому что им, видимо, в воде, чтобы для охоты обоняние, видимо, не нужно. Я не знаю точно, да. Но, короче, все остальные животные, как только запах почувствовали, они сразу убегают. А эти, они реагируют только на движение. Я понравился так. Я начинаю издалека, сделаю один шаг. Когда они все, они, знаете, как вот лежат, посмотрели, голова по сторонам, никакой опасности нет, а они раз все засыпают, ну так, спят дальше где-то. Ну, это продолжается секунд, ну, 10-15. Я успеваю сделать шаг-два. Знаете, это все полуползком, полу на карачках. Они раз опять потом голову поднимают, посмотрят, я замираю. И так продолжается полтора часа где-то. Полтора часа. Какой раз они вы преодолеваете за полтора часа вот таким вот мелким шапом? Ну, метров 50-70. 50-70 метров. И вот так вот ползком, конечно, ноги, руки болят где-то на всяких позах странных. Где-то движение не успело завершить, а в какой-то такой раз они голову поднимают, чуть ли не замираешь, а поза неудобная. Действительно, сейчас 10 июня фильм про нерпенка Юмы, Байкал, удивительные приключения Юмы выходит в российский прокат. 5 июня была премьера только в Иркутской области. Сейчас будем смотреть всей страной, наслаждаться красотами Байкала. Кто-то, может быть, впервые увидит, какие уникальные и действительно потрясающие животные байкальские нерпы. Кто-то просто с ними познакомится, я думаю, что так и будет. Но мы, что сегодня еще хотелось бы уточнить, что в Иркутской области стартовала премьера 5 июня, и Юма бьет все кассовые сборы. Мы обошли по кассовым сборам даже американскую Круэллу, и это не может не радовать. Приятно, что российский фильм, причем документальный фильм. Да, очень приятно. И вот, вы знаете, даже как-то чисто документальным как-то не назовешь, что такая драматургия такая, ну вот... Спасибо большое. Очень рада была с вами познакомиться. Спасибо вам, Елена, за приглашение. Я очень рад был с вами пообщаться. Полную версию программы «Актуальное интервью» смотрите в понедельник, 14 июня в 20.00. А в 21.30 на нашем канале смотрите художественный фильм «Язычники». Это были все новости на сегодня. Напоминаю, картина дня доступна на нашем сайте. Его адрес актис.tv.ru И на нашей странице в Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся на телеканале Актис.